Всем привет дорогие друзья! Только что вы посмотрели на реально очень глутой фокус с канцелярской резинкой. Поэтому прямо сейчас поставь лайк и напиши в комментарии свое мнение о данном фокусе. Если вы хотите видеть больше фокусов не только с картами, а например с канцелярскими резинками, с монетами, пишите об этом в комментарии и если вы проявите большую активность, то совсем скоро я выпущу еще какой-нибудь крутой фокус с канцелярской резинкой. Поэтому ребята, всегда все зависит только от вас. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Ну а сейчас мы погнали обучаться на этот реально шикарный фокус с канцелярской резинкой. Итак ребята, вот для обучения на этот реально очень классный крутой фокус с канцелярской резинкой. Вы берете абсолютно любую канцелярскую резинку и вы готовы к показу данного фокуса. Вы берете, одеваете ее себе на руку. И сейчас будет у нас обзор с двух ракурсов, чтобы вы все все подробно поняли. Потому что этот фокус реально очень важно просто понять. Смотрите. Мы берем эту резиночку и что мы делаем? Для начала давайте покажем с такого ракурса. Мы берем ее вот так вот оттягиваем. После чего мы ее тянем вот сюда. Верхнюю вот эту вот часть резинки мы зажимаем большим пальцем. Вот так вот. Далее мы вот эту вот часть вот так вот обратно вытягиваем. Не вот так вот, просто завираем. А именно вот так вот вытягиваем. И далее вот эту вот часть, которая у нас осталась, мы тянем вот сюда. И зажимаем ее мизинчиком возле безымянного пальчика. Вот так вот. Давайте еще раз покажу вам. Вот наша канцелярская резинка. Взяли, оттянули, здесь зажали. Очень важно возвращаем не вот так вот. То есть не на палец одеваем. А вот мы ее сюда зажали. И здесь же мы ее вот так вот очень медленно показываем и вытягиваем. И держим крепко. Далее вот эта вот часть, которая у нас здесь осталась, мы тянем вот сюда. И здесь зажимаем нашим мизинчиком. То есть эта резинка у нас здесь держится на мизинчике и безымянном пальце. Это, разумеется, сейчас палевно. Но для того, чтобы вы поняли, как это все происходит, это нормально. Давайте еще раз. Здесь просто реально очень важно правильно резинку закрутить. Видите, очень многие, когда закручивают резинку, делают ошибку. Поэтому очень внимательно, ребята. Оттягиваем. Тянем вот сюда. Здесь большим пальчиком ее зажимаем. Далее возвращаем ее по тому же маршруту, там, где мы ее вели. То есть вот. Оп. Если я сейчас отпущу большой палец, у меня резинка уйдет. Потому что я здесь ее зажал, здесь же ее и забрал. Далее вот эту часть, которая у меня осталась, я веду вот сюда и здесь зажимаю мизинчик. Все. Ну вот, можно так вот мизинчик забрать чуть-чуть назад и будет без паленок. Но как это без паленок, я вам расскажу чуть попозже. Для начала хочу, чтобы вы поняли, как это вообще все работает. Смотрите. У вас резинка в таком положении. Вы здесь держите, здесь держите. Здесь она у вас висит. Ну, не висит, а где-то на руку. Что вы делаете? Сейчас, когда вы отпускаете ваш мизинчик, ваша резинка у вас здесь проявляется. Далее вы немножко отпускаете еще большой палец. И вы можете свободно перевернуть руку и показать, что это обычная резинка. Ок. Как же это сделать все теперь беспалевно? Если получилось беспалевно, вы берете ту резинку, которую будете закручивать. И еще берете, допустим, три резинки, чтобы одна была еще такого самого цвета, то есть желтого. И одеваете их на руку. Есть. Вы готовы к показу трюка. Ну и, соответственно говоря, одеваете и эту резинку тоже. Все. То есть у вас сейчас на руке четыре резинки. Две желтые и еще две какие-то, неважно какие. Что мы делаем? Берем и закручиваем. То есть мы берем, оттягиваем. Здесь мы прижимаем нашим большим пальцем. По тому же маршруту эту резинку забираем. И далее все, что у нас осталось, мы тянем вот сюда на наш мизинец. И держим. То есть видите, сейчас это выглядит довольно беспалевно. То есть вот, вы видите, ничего не видно. После чего у вас здесь лежат все остальные резинки. И вы таким образом никак не палите то, что у вас здесь резинка закручена. У вас просто на руке какие-нибудь резинки, пустая рука. Вы берете, делаете щелчок и у вас появляется резинка. Можете показать с двух сторон, что как бы это очень эффектно. Появление резинки. Еще раз взяли резинку, закрутили. Раз, два, здесь зажали. Здесь у нас резиночки для маскировки. Все. То есть как бы здесь это немножко паленым. Еще чуть прижали. Резиночка, оп, появилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА